В очередной раз в канун Нового года на главную городскую елку были приглашены самые-самые, способные, талантливые, активные дети. Победители районных и городских олимпиад, фестивалей и конкурсов. Всего около 300 одаренных школьников Бреста. Для многих из них это мероприятие первое официальное признание. Другие в очередной раз пополнили копилку своих достижений заслуженным трофеем. Это те ребята, которые будут строить Брест второго тысячелетия своей истории. Это те ребята, от которых будет зависеть, по сути дела, как будет дальше развиваться наш город. Поэтому это мероприятие как форма стимулирования, как форма поддержки этих замечательных, одаренных молодых людей. И я уверен, что оно традиционным было, есть и будет всегда. Целеустремленность, помноженная на жажду знаний. По мнению юных дарований, именно такой тандем привел их к значимым достижениям в учебе, творчестве и спорте. Безусловно, награда, полученная из рук мэра Александра Жигучука, не только повод для радости, но и стимул к покорению новых вершин. У меня настроение очень праздничное, радостное, но в то же время немного волнительное. Для меня то, что буду что-то обручать, было неожиданно, но я очень стремилась к этому. Поэтому я очень много работала над этим, старалась все свои года, все года, что училась в школе. Я очень рада, что это произошло. Я очень-очень много работала уже на протяжении очень многих лет. Я готовилась, старалась, прочитала очень много книг, переделала очень много упражнений. И очень старалась, чтобы занять достойное место на Олимпиаде и представлять также наш город на областной. А если меня будут награждать, скорее всего, будут награждать, я чувствую, что я буду гордиться собой, наверное, и, наверное, моя мама тоже будет меня гордиться. То, что родители, приглашенные на церемонию награждения, испытывали настоящую гордость за своих детей, сомнений нет. Многие из них также получили благодарственные письма, как и учителя, сыгравшие не последнюю роль в победах и достижениях юных талантов. Держав руках цветы и дипломы, мама и папа испытывали неподдельную радость за будущих лингвистов, математиков или спортсменов, которые, судя по боевому настрою, еще не раз станут отличниками учебы. Волнение присутствует и благодарность дочери, что она своим трудом упорным, действительно, сидит, занимается. Рада, конечно, рада за дочь, за большое спасибо, конечно, Елене Платоновне, учительнице, которая по немецкому языку у нее. Ну и всех с наступающим Новым годом. Это большое счастье, когда родители видят своих детей такими высокообразованными, такими целеустремленными, достойными, продолжательными своих дел. Это, наверное, прежде всего слова благодарности родителям. Я хочу поблагодарить ребят за то, что они уже делают и пожелать им дальнейших успехов в этой отрасли. Что это? Спорт, учеба, техническое творчество. Это не суть важно. Главное иметь увлечение, главное иметь хобби, главное иметь желание. Виктория Дрогобецкая, Витархалявка, Антон Луговкин, телекомпания Буктовая.